На базе российской авиации, о действиях которой подробно сообщают мировым СМИ в Минобороны, находится наш корреспондент Олег Шишкин. И о боевых буднях нашей авиации в его репортаже. Парами и поодиночке. Боевые вылеты на авиабазе Хмимим начинаются ранним утром. В предрассветной тишине звук самолетов разносится на многие километры вокруг. Бомбардировщик Су-24М взлетает на форсаже. За двигателями огненный шлейф, длина пламени 11 метров. В воздухе бомбардировщики идут в сопровождении истребителей. Су-30СМ — это новейший российский боевой самолет. Он может выполнять функции истребителя, штурмовика и бомбардировщика. В общем, три в одном. Поэтому его официальное название — многофункциональный авиационный комплекс. В Сирии самолеты используются для патрулирования воздушного пространства. Су-30СМ, как правило, идет на пару километров выше бомбардировщиков. И задачей пилотов — внимательно следить за тем, что происходит вокруг. Возможности самолета позволяют обезвредить любой подозрительный объект. На Су-30СМ, как говорят летчики, 12 точек подвеса. Это значит, что самолет может нести 12 разных ракет. Но в Сирии используется гораздо меньшее количество. Вот, например, две под этим крылом, две под другим и две еще под самим самолетом. Вся ракеты управляемы. Вот это двигатель. И здесь хорошо можно показать, как рулями изменяется направление реактивной струи. Дальность этой ракеты — 30 километров. А вот эта, которая рядом, побольше — 70 километров. Это ракета с радиолокационной головкой самонаведения. Вот она, скрыта под красным колпаком. По сути, это антенна, которая принимает отраженный от цели радиолокационный сигнал, который отправляет самолет. Точность этой ракеты — 80%. Это достойные цифры. Су-30СМ считается одним из самых надежных самолетов. Тем не менее, летчики должны быть готовы к любому развитию событий. Журналистам показали на авиабазе так называемый носимый аварийный запас. Комплект предметов первой необходимости на случай вынужденной посадки. От стопичек до небольшого плота. При катапультировании срабатывает плот. В первую очередь открывается аварийный радиомаяк. В нем находится баллон с углекислым газом. Чехол наполняется, надувается воздухом и используется как поплавок. С помощью аварийного запаса экипаж самолета может продержаться двое суток. Все в этом комплекте продумано до мелочей. Например, зачем здесь соль? Для того, чтобы обеззараживать пищу. Обеззараживать, например, мясо, которое летчик может добыть с помощью вот этого мочей. Или, например, сахар. Сахар — это глюкоза, сахар можно развести в воде. Или даже вот этот металлический бокс, в котором находятся все эти предметы, как написано здесь, можно использовать как сковородку. Верхняя крышка в качестве ручки. Вот в таком виде сковородка помещается на костер. Аварийный запас в Сирии не использовался еще ни разу. Все полеты, как говорят летчики, идут штатно. Олег Шишкин, Марат Хабибуллин, Александр Сойдух, Первый канал, Сирия.